так всем доброго времени суток дорогие друзья и сегодня хотелось бы поговорить или снять видео на тему лечения суставов лечение суставов у нас это очень такая щепетильная тема вот беспокоит она очень многих и у многих есть проблемы с суставами как же лечить суставы к примеру при тенденитах артритах артрозах есть определенная группа препаратов для этого есть хандропротекторы ну в основном используют только хандропротекторы также используются кстати гормоны это анаболические стероиды или гормон роста гормон роста неплохо восстанавливает суставы но его нужно принимать очень очень долго и есть определенные скажем так определенные побочные эффекты поэтому обойдемся пока такими скажем так лайтовыми препаратами лечиться нужно конечно же в связке с другими препаратами не нужно принимать по одному лекарственному средству потому что лучше когда они работают сценарии когда их определенное количество чем когда понимаешь только один препарат я к примеру разработал такую схему для себя употребляю диклофенак ивупрофен и алфлутоп есть кстати еще аналог алфлутопа это румалор по моему это тоже хандера протектор по стоимости они приблизительно одинаковые самые дешевые из них это диклофенак что же касается этого самого алфлутопа или румалора то там упаковка кажется стоит где-то приблизительно 30 35 долларов там 10 ампул не нужно ставить по одной или две ампулы в сутки в зависимости от степени заболевания что касается тренировочного процесса во время допустим воспалительных процессов просите за тавтологию локтевых суставов плечевых коленных суставов или тазобедренных то я рекомендую вообще если у вас болят локти не трогать вообще ни в коем случае руки то же самое с плечами с к коленям к тазобедренным суставам тоже это относится если у вас болят суставы просто отдыхайте не нужно вообще тренироваться потому что некоторые особо умные индивиды думаю что если он сейчас вот закачает это все дело ему какого-то полегчает и в общем то с каждой тренировка только хуже хуже и хуже становится и в общем приводит потом к необративым последствиям когда совсем уже все плохо начинают расистин было воспаление только самих там сухожильных креплений то потом это все переходит воспаление на сам сустав там начинает все набухать в общем становится все очень плохо и в общем дело доходит даже до операции поэтому давайте не будем тянуть до операция будем лечиться как говорится грамотно заболели локти заболели колени заболели тазобедренные суставы плечи все отменяем физические нагрузки насколько это возможно я понимаю что все как бы вернее у многих не получится это сделать потому что некоторых людей там физическая работа еще какие-то там вещи связанные с физическими нагрузками но давайте максимально исключим нагрузки на больные места то есть желательно не таскать какие-то тяжелые предметы то есть вообще отдыхать допустим если у вас локти ничего такого не подымать если у вас колени ничего такого не таскать и много не ходить и не бегать потому что эта тема очень серьезная и болеть может быть очень сильно сам на себе это испытал у меня как-то был тенденит локтевого сустава вот и блин пришлось мне исключить физические нагрузки на целых 7 месяцев 7 месяцев у меня локти заживали долго да они долго заживают то же самое с коленями с забедренными суставами так вот что же касается приема этих препаратов примеру алфлутопа ивупрофена и диклофенака я к примеру принимаю если у меня есть воспаление суставов если испытываю какие-то боли две таблетки диклофенака и одна таблетка ивупрофена также ставлю еще алфлутоп по одной ампуле в сутки у меня примерно там 10-15 дней оставлю его и этот препарат неплохо себя зарекомендовал и действительно помогает но опять же все зависит зависит от степени поражения суставов потому что если у вас уже совсем там все плохо то вам вряд ли эти препараты помогут и еще принимаю такую спортивную добавку как артрагорд это добавка биотеч она содержит глюкозамин хондроитин и еще там целую кучу разных компонентов которые сопутствующие помогают скажем так синергии лечить залечивать ваши суставы в общем что касается рума лора то опыта приема у меня этого препарата нету вот я из пока только принимал алфлутоп но если будут какие-то проблемы если будут люди допустим которые мне будут попадаться с этими проблемами то можно принципе поэкспериментировать тоже по примать рума лорной забегая наперед хочу сказать что отзывы в принципе по этому препарату есть неплохие и он тоже как бы работает насколько можно судить да потому что пишут на сайте у нас и по отзывам в интернете я конечно отзывам на других сайтах не особо сильно доверяю потому что их могут проплачивать а вот если мне там общаюсь с людьми на сайте они мне пишут что так то это это там кто-то это принимал и у меня там был рума лор там это все как бы раз разговор говорится завязался и выяснилось что на человеку рума лор помог это не реклама ни в коем случае поэтому ничего не подумайте вот я просто собираюсь вернее не собираюсь а пытаюсь составить допустим список максимально эффективных лекарственных препаратах которые помогают при тех или иных проблемах даже не для того чтобы для вас там это сделать и для кого-то еще для себя потому что у меня тоже иногда возникают такие проблемы я составляю такой вот список и попутно конечно же снимаю видео делюсь информацией чтобы потому что это вам тоже будет полезно правильно не только за себя думать любимого ну и как бы для народа тоже что-то делать вот я собственно и делу что показать касается курса приемов допустим того же диклофенака и и бупрофена то курс прием приема три тире там две недели принимать нужно припить его нужно курсами чтобы организм не привыкал то есть две-три недели вы попили и такой же перерыв сделали потом снова начинаете пить примеру добавку артрагурт стоит принимать гораздо более длительный период это где-то 6-7 недель потом делаете перерыв и снова начинаете принимать алфутов приблизительно также в принципе хотя алфутов можно принимать и гораздо дольше чем 10-15 дней опять же все зависит от степени заболевания я видел случай когда там блины и по семь по восемь недель принимали этот препарат очень длительное время но опять же как я сказал если у вас совсем все запущено то вам к сожалению эти препараты и добавки они не помогут в иных случаях очень тяжелых помогают только операции импланты и в общем то ну это печальная тема поэтому об этом пока говорить не будем буду надеяться что у вас как бы еще до этого не дошло поэтому обязательно употребляйте пищевые добавки берите коллаген он тоже помогает восстанавливать сустав ни в коем случае не обезвоживайте свой организм потому что когда вы обезвоживаете с целом допустим человек просто пьет мало воды и это очень плохо потому что как бы синавиальная жидкость она как бы требует для образования определенное количество жидкости тоже нужно принимать и принципе можно даже во время лечения употреблять как я уже сказал гормональные препараты это гормон роста или анаболические стероиды они тоже помогают восстанавливать суставы восстанавливать кости связки то есть желательно все принимать в комплексе потому что если вы будете принимать как я уже сказал только один какой-то препарат он хрен вам поможет поэтому нужно принимать обязательно все в куче чтобы как говорится об вернее подойти к этой проблемы с проблеме со всех сторон чтобы максимально был получить лучший результат лучший эффект и ну и чтобы сказать конечно же быстрее восстановиться так что ни в коем случае не при не пренебрегаем добавочками здесь на принимаемых тот же как его блин как и устал уже повторяться как я уже говорил артрагорд очень хороший препарат также еще и там хотел все по поводу а мази ну мазями мазаться конечно это как мертвому припадки на я вообще не понимаю как мазь может действовать на сустав я конечно понимаю что через кожу человеческую проникает определенное количество веществ там все все так же зависит от самого вещества потому что одного вещества проникновение очень хорошие он прям там вообще а у другого плохое вот как мазь может влечить допустим локтевой сустав или коленный сустав ну да допустим впиталась она через кожу какое-то количество этого препарата но блин там же не инертная среда там постоянно двигается жидкость что-то где-то как-то перемещается и то есть он впитался он тупо рассеялся все как он как мази вообще может лечить сустав мне непонятно единственное что там согревающие мази могут да там как-то действовать охлаждающие мази еще да это тоже может работать охлаждать или нагревать наш сустав но при воспалениях нагревать ни в коем случае нельзя если у вас блин какие то есть проблемы с локтями с коленями со спиной не греете вообще блин забудьте за эти грелки блин за всю эту хрень потому что ну блин как там и так температура высокая когда воспаляется сустав у вас обычно вы можете чувствовать такое тепло то есть идет воспалительный процесс температура повышена нельзя греть некоторые особо блин недалекие люди там блин начинают грелки какие-то ставить там феналгоном мазаться какого-то хрена блин не знаю насчитается в интернете всякой хрени да даже не в интернете наслушаются своих каких-то там соседей блин не в общем начинается поэтому не надо греть ни в коем случае охлаждать можно а вот греть нельзя в общем вот такой вот у нас сегодня коротенькое видео было не знаю насколько она была информативным это уже вам судить можете даже написать об этом в комментариях можем это обсудить пообщаться на эту тему если у кого-то есть еще какие-то идеи соображения по поводу этого дела если вы знаете какие-то другие препараты можете их тоже в написать в комментариях это будет для нас для всех полезно так что подписываемся на канал ставим лайк жмёт на колокольчик до новых выпусков дорогие друзья всем пока